Девушки отдыхают Спасибо большое, пап Ну что, сынок, пойдем спать? Алло, Мария, здравствуйте Скажите, а Кристина у вас? Нет, я сегодня с ней вообще не общалась А что случилось? Я не знаю Когда я пришел домой Не было уже ни детей, ни Кристины Давай я сейчас позвоню отцу ее Может он знает что-нибудь Хорошо, спасибо Алло, Брэндон, ты не знаешь, где Кристина? Знаю Она с тобой, что ли? Тебе что, сложно было сообщить? Мы все от этих нервов с ума сходим Она не со мной Но я знаю, где она С ней и с детьми все хорошо Скажи, где она находится Пол места себе найти не может Полу не помешало бы все обдумать А то он с такими темпами много ошибок совершит Не поняла Что ты имеешь в виду? Я не могу говорить, Мария Я за рулем Господи, какой же он невыносимый Доброе утро, Макс А ты вообще ложился спать? Пробовал Но уснуть так и не смог Я очень переживаю из-за этого разговора с Кристиной А вдруг я ее снова напугаю или что-то не так скажу? Чем больше ты так загоняешься Тем велика вероятность того, что ты ляпнешь что-то не так Успокойся Ты должен ей рассказать всю правду Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, мисс Мистер Фелтон меня предупредил, что вы здесь будете Что вы предпочитаете на завтрак? Доброе Я обычно не завтракаю, спасибо А Лео я обычно кашу варю А какую кашу лучше сварить? Ой, нет-нет Я лучше сама все сделаю Скажите, а здесь есть телефон какой-нибудь? Да Есть только сотовый Он всегда в этом доме находится, в читальной комнате Вы, разумеется, можете им воспользоваться Привет, Джесс Я все-таки решилась и уехала от пола Как уехала? Куда? Я папу попросила, чтобы он меня увез куда-нибудь Не знаю, правда, смогу ли я тут долго находиться Тут жутко скучно и пообщаться не с кем Ну, кроме домработницы У тебя что, там домработница? Ну, ты зажила, подруга Она только по утрам, а потом уходит Слушай, это же, ну, получается, что с Максом ты не встретишься, да, сегодня? С Максом? Ах, с Максом! Вот блин, я совсем забыла про это Если он хочет, может приехать сюда Ты уверена? Все-таки он посторонний человек Ну, если он говорит правду, то он мне ничего не сделает А так по всему дому натыканы камеры Надеюсь, правда, это не муляж Ну, не знаю, Кристина Это, конечно, тебе и решать Но мне кажется, надо встречаться на нейтральной территории Тем более у тебя там дети Джессика, это ты мне будешь рассказывать? Ты вообще-то с ним живешь в одной квартире Да, ты права Ну, хорошо, как хочешь Напиши мне адрес в СМС, я ему передам Вам кого? Брэндона позови Он спит Что вы хотели? Можете мне сказать Я передам Да плевать, я хотела, что он спит Бабуль, ты что себе позволяешь? Не у себя дома Это я, бабуля Ты себя видела в область ушеная Мария, мы сюда пришли за другим Что за ор вы тут устроили? Ор? Ты что за девочек легкого поведения сюда водишь? Которые даже общаться нормально не умеют Успокойтесь все Стелла, иди в комнату Мария и Пол пошли в гостиную Ну, дорогой Я сказал, иди в комнату И не выходи оттуда Это что такое, Брэндон? Что она себе позволяет? Я не стану с тобой обсуждать свою жизнь И разве ты за этим сюда пришла? Мы пришли, чтобы узнать, где Кристина и мои дети Кристина попросила не говорить, где она находится Что значит просила не говорить? Это моя жена И я имею право знать, где она находится А еще имеешь право рассказать всю правду Потому что она обо всем догадывается И постепенно начинает вспоминать Это уже мне решать Что Кристине рассказывать? Пол, ты просто трус Пошел на поводу у Марии И ради чего? Ты что, не знал, что рано или поздно это произойдет? Если она тебе понравилась Ты мог бы завоевать ее внимание А не обманным путем строить с ней отношения Брэндон, давай ты в это лезть не будешь Это и моя дочь, Мария Она попросила у меня о помощи И я ей помогу Да и мне уже это все вранье надоело Кристина же не марионетка Ты не понимаешь, Брэндон Я Кристине желаю только лучшего Я не хочу, чтобы она себя погубила с этим Максом Мария, что мне в тебе никогда не нравилось? Ты на людях ставишь клеймо, даже не зная их Может тот парень и неплохой И в конце концов он отец Лео И он имеет право знать об этом С тобой бесполезно о чем-либо разговаривать, Брэндон Ты у нас один очень правильный Дверь там С тобой бесполезно о чем-либо разговаривать, Брэндон Привет Пойдем на задний двор Там можем поговорить А почему ты здесь живешь? Так далеко от города Так нужно Мы здесь не за этим Ты же хотел со мной поговорить Ну так говори Скажи, Кристина Ты правда меня не помнишь или притворяешься? Я правда ничего не помню Зачем мне притворяться? Ты мне что-то плохое сделала? Ну мы, конечно, ругались с тобой Но не так сильно Чтобы ты от меня скрывалась Мы и правда очень любили друг друга Если бы я только знал, где ты лежишь Я бы от тебя не отходил А почему ты не узнал о моих родителей? Потому что благодаря твоей маме Меня посадили в тюрьму Обвинив в покушении на тебя Патриция ко мне приходила в тюрьму И рассказала о твоем состоянии Но не сказала о беременности Если не веришь, спроси у нее сама Бабушки уже нет с нами Хочешь сказать, что мама знает Что Лео не сын Пола? Получается так Я не знаю, что там было дальше Но когда я приехал в больницу к тебе Вас уже выписали А Пол? Что ты можешь сказать про него? Я о нем никогда не слышал Не знаю, кто он Кристина, я бы хотел тебя кое о чем попросить Я уже догадалась Ты Лео хочешь увидеть? Пошли Сынок, подойди Я тебя познакомлю с дядей? Дамы Мама! А я тебя предупреждала. Не надо тебе во все это впутываться. Но нет, это же твоя жизнь. Расскажи ей все, сын. Вы очень подло поступили с Марией. Как еще и меня в это втянули. Я не могу ей рассказать. Она же никогда мне это не простит. Если любит, простит. А если нет? Все эти чувства навязала Мария и я. Может их вовсе нет? Я точно знала, ты придешь. Не уходи. Мне, наверное, пора уже. Очень поздно. А то на автобус не успею. Ты можешь остаться, если хочешь. Только спать будешь в соседней комнате. Кристина, ты уверена? Знаю. Звучит странно. Но да, я почему-то уверена. Макс, ты спишь? Нет, мне не спится. Ты не хотел бы около камина посидеть? Еще что-нибудь интересное расскажешь о нас? Конечно. Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok